Вы видите документ переписи населения 1926 года. И в ней мы можем увидеть такую запись, о том, что если кто-то называл себя русским, то нельзя его было просто записывать русским, а необходимо, чтобы он уточнял, какой он русский. Украинец, белорус или великорос. Стоит отметить, что до этого момента, а именно до 1926 года, подобных разделений не было. Так как малоросы, великоросы и белорусы, сами себя указывали как русские. Рассмотрим этот документ более подробно. И в нем расписаны правила переписи населения народов СССР. Как было уже уточнено, по этим правилам русских, было запрещено записывать русскими. Нужно было, чтобы русские уточняли, какие они русские. И давайте рассмотрим более подробно второе приложение, этого документа. И в самом конце, второго приложения, мы можем увидеть, такую запись. Жирным шрифтом, выделены основные названия народностей, помещенных в перечень, народностей. Объясню на простом языке. Это означает, что записывались только те народности, которые выделены жирным шрифтом. А остальные народности не фиксировались. И у каждого народа, был свой номер, например у украинцев, был номер 2. А теперь обратите внимание, на все названия народов, с номером 2. И тут мы можем увидеть галичан. Угрорусов, малорусов, русинов. Можно увидеть и еще несколько странных названий одного народа, потому что от них требовали, чтобы они себя называли, какие именно, они русские. То есть, если человек говорил, что он малорос, или галичанин, или русин, то его записывали, не так, как он сказал, а его просто записывали украинцам. А в царской России, как впрочем и до этого периода. Малоросы сами, я это особо подчеркиваю, сами себя, называли русскими. Это зафиксировано во всех исторических документах. А Малая Русь, и Великая Русь. Это было название географическое. То есть Великая Русь, это территория, которая просто больше. А Малая Русь, это та Русь, которая просто меньше. То есть таких народов, как Малорос, или Великорос, просто не было. Это было внутреннее географическое разделение, именно географическое. Поэтому от русских требовали, чтобы они указывали, какие именно, они русские. А это значит, что часть народа, которые сами себя, считали русскими, просто записывали, другим народом, в данном случае украинцами. Для сравнения, покажу пример, переписи населения, еще в царской России, за 1897 год. И как вы можете сами увидеть, Малоросы, Великоросы и Белорусы, объединены в скобке, и названы русскими. И такие разделения были в соседней Польше. Там до сих пор есть Малая Польша, и Великая Польша, и даже есть два основных диалекта польского языка. Это Великопольский диалект, и Малопольский диалект. Подобные разделения, есть и в Австрии. Например, есть Верхняя Австрия, а есть и Нижняя Австрия.